Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и в это воскресенье мы ездили на самый большой рыбный рынок в Сеуле. Недавно его перенесли в новое здание и теперь это больше похоже на аэропорт, нежели на рынок. Масштабы просто впечатляют. В этом здании рынка 8500 квадратных метров выделено только по торговлю. Также здесь можно арендовать холодильные камеры хранения, рестораны, офисные помещения и так далее. Даже не знаю, есть ли в мире более огромный крытый рыбный рынок. Если вы встречали подобный, напишите, пожалуйста, в комментариях. К сожалению, показать вам масштабы всего рынка у меня не получится в этот раз. Дети оказались настолько голодны, что мы отоварились сразу у входа и отправились в ресторан. Да, вы любите, чтобы дети всегда были в кадре, но с ними реально особо не разгуляешься. Рынок находится на одноименной станции. Норян Джин и неподалеку от Юг Сан Билдинг. Работает он без выходных. Ночью здесь устраиваются оптовые торги, а днем идет розничная продажа. В общем, всем любителям морепродуктов, которые путешествуют по Корее, настоятельно рекомендую сюда заглянуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну а мы покидаем торговые ряды и перемещаемся в сторону ресторанов. Здесь вам разделают ваши покупки. Если хотите, их приготовят, их пожарят, их отварят и все, что хотите, с ними сделают. Обратите внимание, сколько народу. Почти нет свободных мест. Ангелина первым делом достает своих друзей-динозавров. Они тоже проголодались. Не успели мы приземлиться, как тут же начинается гастрономический калейдоскоп. А блюда приносят одно за другим, одно за другим. Что-то зажарено в кляре. Что-то слегка охлажденное. Что-то просто порезанное. Ну а что-то еще живое и шевелится. Оф is очень, дорогие холдор. Я думаю, что мама меня любит, но я всегда ехал, и я не могу. Я не могу. Нет, нет, нет. Я не могу. Я не могу. Это очень много. Это очень много. Это очень маленькие. Это как-то. Это как-то. Это те самые пиписки, которые сначала выглядели страшно. Но теперь они вот такие миленькие. Очень вкусные кусочки. Я люблю. Я люблю. Это очень вкусно. Я люблю. Это миленький. Мне нравится. Очень вкусно. Я люблю. Я люблю. вот с этим. Сладковатый такой немножко вкус, нет выраженного морского какого-то привкуса или рыбного запаха, ничего такого нет, просто это надо попробовать короче. Ангелина впервые будет пробовать сырую рыбу. Самая дешевая это устрицы, у них сейчас сезон у устриц, поэтому они, а целая коробка продается за 5 долларов, коробка устриц. Друзья, в общем весь обед обошелся нам в 120 тысяч вон или в 100 долларов примерно. Мы еще варили уху, но я не засняла этот процесс, так как, ну сами понимаете, было шумно сильно. К слову, сами морепродукты стоили только 50 долларов и половину мы отдали за сервис, то есть за разделку, за приготовление. В принципе, в ресторане, в обычном рыбном ресторане у вас получился бы примерно такой же ценник, так что смысла ехать на рынок, если он находится далеко от вас, вовсе нет, только если ради интереса побродить там, посмотреть на всех этих морских чудовищ. Либо если вы покупаете морепродукты и готовите их дома самостоятельно, тоже есть смысл. Или если вы покупаете много морепродуктов, то тоже выгоднее покупать на рынке. Я надеюсь, это коротенькое видео будет вам хоть немного полезным и интересным. Всех вас обнимаю, всех люблю и до новых встреч!